Всем привет! Сегодня гуляем по Канонерскому острову. Недавних пор самой главной достопримечательностью острова стал западно-скоростной диаметр, который прямо здесь подхват, над домами. Ну, чуть дальше мы еще это более детально посмотрим. Это местная общеобразовательная школа. Тут такая вот прикольная есть лестница. Ну, с точки зрения архитектуры, вряд ли тут что-то такое есть интересное на Канонерском обществе. Ну, за исключением вот этого здания портовой конторы, которое, единственное, сохранилось в таком прекрасном виде. Построено явно в стиле модерн где-то в начале 20-го века. А напротив вот такое замечательное здание, бани, люкс, по-моему, 52-го года. Питер это морской город, портовый город. Однако местные жители не так уж часто соприкасаются с морем непосредственно и со всей этой портовой инфраструктурой. В этом смысле, если вам хочется посмотреть на вот такую... Окунуться в эту портовую атмосферу, то Канонерский остров для этого идеально подходит. Кажется, этот дом тоже заслуживает того, чтобы его сняли. Каждый налепил какой балкон, какой захотел. Получился какой-то нереальный скворечник. Смотрите, какие тут мощные льдины. Ну, как-то вот набережная плавно закончилась, но зато корабли стали все ближе и красивее. Некий Апогеон на погрузке и Лилла Хьюстон. Надо будет выяснить, что это за корабли. Явно по названию это что-то не наше. Идем на юг Канонерского острова. Здесь уже все постройки, парковки и прочее закончились. И осталась вот такая живописная тропинка в лесу. Здесь вот уже можно увидеть следы такого берегового укрепления, явно уже дореволюционного. Главное не упасть. Я на самом деле думал, до сюда уже идти не буду. Но когда здесь на самом деле появляешься, какой-то возникает азарт, хочется обязательно дойти до самого конца острова. Так что будем идти до самого конца. Вот опять эти укрепления характерные. Это, видимо, постарее, это, видимо, поновее. Интересно. Ну, еще чуть-чуть, еще немного. И доберемся до самого конца. Питер был бы не Питером, если бы тут не лежали дореволюционные кирпичи с клеймом. Ну что, я вас поздравляю, особенно себя поздравляю. Вот мы с вами и добрались до самого конца Канадерского острова. Прикольные тут луны. Последнее такое тут дерево. Конечно, тут путь на этом не прекращается. Зимой здесь можно еще дойти до пары маленьких островков. Как вы видите, тут местные жители прям так и ходят. Там у нас, пожалуйста, лахта-центр. Ну и вот. Ура-ура. Мы это сделали. Что здесь интересно вас? Обратите внимание. Видите, вот эта вот вывеска, это Ленинград. На это и есть ворота в город для всевозможных лайнеров. То есть они вот со стороны Кронштадта приходят и идут по морскому каналу. Дальше в Санкт-Петербург и попадают на морской вокзал на Васильевском острове. Кать, тут прям народ пешком ходит по заливу. Прям много, много людей с санками. И там, и там, смотрите, все ходят. Ну, я не готов. Небольшой пляжик на Кронштадтском острове. Есть такие, какие-то очень старые бревна. Играет роль лавочек, можно так вот присесть. Опа, хорошо. И смотреть. Опять берег просто завален. Кусочками старых кирпичей с клемами. ОФГ. Вернулись к ЗСД. Представляете, так вот живете, вы живете в своей уютненькой пятиэтажечке на острове. А тут фига, и вам тут берут и строят ЗСД. И теперь вы живете просто под непрерывным ором машин. Ну, дом, который находится прямо под ЗСД, его все-таки расселили. Но я так думаю, что вот жильцам этого дома легче особенно не стало от этого. Скажу пару слов про канонерский судоремонтный завод. Он был основан в конце 19 века. И знаменит, например, тем, что здесь регулярно проходил техническое обслуживание крейсера «Аврора». Легендарный наш парусник Седов тоже тут постоянно ремонтировался. В том числе участвовал завод в проекте «Морской старт». Такой был в конце 90-х. Ну, и, например, в 2020 году на этом заводе был завершен ремонт атомного контейнеровоза «Севморпуть». Такого огромного судна, ледокольного типа с атомной энергоустановкой. Ну, и добраться сюда, на Каммерский остров, можно по единственному вот этому подземному тоннелю. Кому совсем делать нечего, могут добраться сюда прямо по льду. Вот, как, собственно, сейчас вот рыбак и сделал. На моих глазах. Ну, и на этом все. Всем пока!